Отправной точкой визита посла Израиля в Беларуси Алона Шагама стал Брестский горосполком, где он обсудил с мэром города Александром Рогачуком двустороннее сотрудничество. Вообще, поездки в Брест израильского дипломата – практика регулярная. Такие встречи позволяют лучше узнать традиции и культуру страны, обсудить социально-экономические отношения. Взаимодействие развивается без каких-либо осложнений. Внешний торговый оборот Бреста с Израилем вырос. В прошлом году он составил почти 4 миллиона долларов. Но отношения между странами измеряются не только экономикой, а потому разговор плавно перетек в другое русло. Тема найденных на строительной площадке в Бресте останков жертв еврейского гетто дала повод десяткам журналистских материалов и стала одной из целей визита главы дипмиссии Израиля. Мораль этого случая и как обучать наших детей, чтобы такое не повторилось. Святое место – это, конечно, важно и важно дать честь погибшим. Но я думаю, что даже погибшим было бы важно знать, что и дети, и внуки, и правнуки, и поколение будущего о них помнят и о них знают. Посол Израиля Алон Шагам решил собственными глазами взглянуть на место захоронения, информация о котором прогремела во многих уголках мира. Останки свыше тысячи жертв еврейского гетто, которые были найдены в ходе строительных работ на улице Куйбышева, планируют перезахоронить в мае на Северном кладбище. А место раскопок увековечат. Сегодня прорабатываются различные варианты и сделают зеленую зону. Мы должны искать новые формы подачи той боли, исторической боли, которая была на этой земле десятки лет, пусть уже и 75 лет назад и дальше. Поэтому идет речь не о банальных каких-то мемориальных досках с надписью, здесь были кто-то. Идет речь о какой-то визуализации, идет речь о каком-то современной форме подачи вот этой трагедии для современного, прежде всего, молодого жителя города Бреста или туриста города Бреста. Здесь мы опять же будем работать в тесном взаимодействии с общиной и, наверное, даже будем объявлять соответствующий конкурс, чтобы это было трогательно и очень эмоционально брало за душу. Можно взять неплохой пример о том, что здесь сегодня происходит, о образе, в котором местные власти занимаются этой темой и показать это как пример тем местам, которые сегодня немножко забывают. Этот момент исторический, который надо использовать, чтобы обучить новое поколение тем, что здесь произошло. В ходе визита участники возложили венки и цветы к памятнику жертвам еврейского гетто. Затем состоялось посещение мемориального знака в памяти о большой хоральной синагоге. Продолжилась встреча посещением Северного кладбища, где буквально через два месяца будет проведено перезахоронение.